Противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова Противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова вписано золотыми буквами не просто в историю шахмат, а в историю всего мирового спорта. За их грандиозным противостоянием на протяжении семи лет с 1984 по 1990 годы следил без преувеличения весь мир. Это была борьба игроков из одной страны на совершенно противоположных взглядах. Здесь переплелись таланты, изнурительная борьба, скандалы и предательство, политика и ментальность. Все это вы увидите в нашем материале об этой истории великой борьбы двух выдающихся спортсменов-гениев современности. Анатолий Карпов. Холодный, спокойный, выдержанный, обласканный высшей властью страны, из простой русской семьи. Идеальное олицетворение советского человека. И Гарри Каспаров. Взрывной, страстный, бескомпромиссный выходец из Баку, свободно говорящий на английском и неудобной власти при всех режимах. Карпов получил титул чемпиона мира в 1975 году без игры. Американский чемпион Бобби Фишер не вышел на матч на первенство мира, и после трехлетнего перерыва высшая шахматная награда снова вернулась в Советский Союз. Молодой чемпион быстро прекратил разговоры о том, что титул ему достался случайно. Он стал выигрывать один турнир за другим, побеждая лучших шахматистов мира. В 1978 году Карпову предстояла первая защита титула. Его соперником стал Виктор Корчной, ленинградец, к тому времени перебравшийся на запад. Он не вернулся после турнира в Амстердаме в 1976 году. Матч проходил в филиппинском городе Багио, сопровождался постоянными скандалами и интригами. Игра велась до шести побед без учета ничьи. Карпов вел в матче 5-2, однако Корчной, которого в советской прессе не называли по имени, а только претендент или белые-черные, сумел выиграть три партии, а для общей победы в матче достаточно было любому игроку выиграть одну партию. Этим игроком стал Карпов, одержавший победу в 32-й партии. Чемпиона мира на родине ждал грандиозный прием. В том числе на высшем уровне генсек Леонид Брежнев, вручая государственную награду, сказал фразу, ставшую крылатой. Ну, взял корону. Держи. И он ее держал. В 1981 году Карпов снова защищал свой титул против Виктора Корчного. На этот раз гораздо легче. Было сыграно всего 18 партий, без учета ничьих матч закончился со счетом 6-2. Тем временем набирал шахматную силу уроженец Баку Гарри Каспаров. Его талант был настолько ярок, что его еще в подростковом возрасте прочили в чемпионы мира. Каспаров также имел поддержку на высоком уровне в лице первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева. Первая встреча Карпова и Каспарова состоялась в 1975 году, когда Гарри было всего 12 лет. Это было во время турнира Дворца пионеров в Ленинграде. Это был сеанс одновременной игры, когда гроссмейстер играет против 8 лучших игроков. Все проиграли. Я остался один. Вот оставаться один на один с чемпионом мира, вот это было совершенно необычно. И очень много народу там скапливается. Я один играю с Карпо. Все-таки это уже не сеанс, а это уже противостояние. И вот когда я почувствовал это, я, конечно, уже не смог с нервами совладать. И, ну, маленький, поторопился, в общем-то, допустил ошибку и проиграл партию. Очень расстроился. Очень-очень расстроился, я помню. Потому что такая хорошая позиция была, хорошо играл. Вот, ну, кто бы мог подумать, что с этой партии начнется самое длинное шахматное противостояние в истории. Уже в 19 лет Каспаров вошел в Олимпийскую сборную СССР, в том же году получив своего первого шахматного «Оскара». В этом же возрасте он начал свой путь к матчу с Карповым, выиграв межзональный турнир. В 83-м и 84-м годах он движется к своей цели, побеждая сильнейших игроков в претендентских матчах, в том числе Виктора Корчнова и экс-чемпиона мира Василия Смыслова. Самим Карповым в эти годы Каспаров в официальных турнирах сыграл три раза. Все эти партии закончились в ничью. И вот 9 сентября 1984 года в Москве начался их матч. По условиям для победы в матче необходимо было выиграть шесть партий. И казалось, что матч продлится недолго. Уже после девяти партий счет был 4-0 в пользу действующего чемпиона мира. Карпов играл с Каспаровым как кошка с мышкой. По мнению тренера Каспарова Александра Никитина, претендент был открытой книгой для чемпиона. Карпов просто по эмоциям Каспарова понимал, когда у того позиция была лучше или когда она была равная. Карпов переигрывал психологически. До матча Каспаров оценивал свои шансы выше, но по его признанию он Карпова недооценивал. После девятой партии Каспаров решает менять тактику. Он решает выигрывать время, затягивать матч, делать ничьи, чтобы набраться сил, уверенности и научиться побеждать Карпов. После этого следует серия из 17 ничьих. В 27-й партии снова побеждает Карпов. Счет становится 5-0. По слухам, штаб Карпова закупает шампанское, чтобы отметить скорую победу, и она должна была произойти в 31-й партии. Карпов имел преимущество, но допустил несколько неточностей и в цейт-ноте согласился на ничью. В 32-й партии выигрывает Каспаров. Как это в футболе говорят? Не забиваешь сам, забивает себе. Счет становится 5-1 в пользу Карпова. Потом снова следует серия ничьих, в течение которой Каспаров получает обидное прозвище «долгоиграющий проигрыватель». А далее случается неожиданное. Каспаров выигрывает подряд две партии. 47-ю и 48-ю, соответственно. Счет становится 5-3 и... Матч был прекращен без объявления победителя. Официальная версия – психологическая усталость игроков, хотя оба шахматиста требовали продолжения. 15 февраля 1985 года, после почти полугодовой борьбы, президент Фиде Флоренсио Компо Манес объявляет об остановке матча. Однако прямо во время пресс-конференции слово берет Гарри Каспаров и на английском языке протестует против такого решения. Это какой-то фарс. Матч должен продолжаться. Все знают, что у меня был шанс выиграть. Известно, кто решил его прервать. Это было неслыханно для того времени. Каспаров с этого момента стал врагом режима. Матч продолжен не был. Был назначен новый через 7 месяцев. Также в Москве. Однако уже с лимитом. Матч не мог продолжаться больше 24 партий. В случае ничьи, титул чемпиона сохранял за собой Карпов. Матч начался 3 сентября 1985 года. Каспаров выиграл в первой же партии. Однако Карпов выиграл четвертую и пятую партию. Следующие три результативные партии, разбавленные ничьими, выигрывает Каспаров. Напряжение нарастает после 22 партии, которую выигрывает Карпов. Счет становится 4-3 в пользу претендента. Однако Карпову достаточно одержать одну победу, чтобы сохранить титул. 23 партия заканчивается в ничью. В 24 партии Карпов играет белыми. Каспаров играет острый вариант сицилианской защиты. Оба соперника атакуют, однако Карпов ошибается. И на 42-м ходу признает себя побежденным. Счет 13-11 в пользу претендента. И Каспаров становится самым молодым чемпионом мира в истории шахмат. В 22 года, 6 месяцев и 27 дней. По правилам тех лет, поверженный чемпион имел право на матч-реванш. Этим правом Карпов воспользовался. И старт их третьего матча был назначен на середину лета 1986 года. В январе 2015 года Анатолию Карпову в интервью изданию «Спорт-экспресс» был задан вопрос. «Самое болезненное предательство в вашей жизни?» Белявский. Дружили, работали в 1986-м, а через год он убежал к Каспарову. Как преподнес? Никак. Ничего не объяснил. Просто однажды я узнал, что Белявский там. Сам же Александр Белявский заочно ответил Карпову в интервью изданию «Чеспро.ру» следующим образом. «Мягко говоря, не соответствует действительности. Придать Карпова я не мог, хотя бы потому, что ни одного дня не был его тренером. А сборы я проводил со многими сильными шахматистами. Сейчас даже всех не вспомнить. Но сбор с Карповым я помню. Когда в 1985-м Карпов проиграл матч Каспарову, то мы во Львове решили воспользоваться ситуацией и пригласить его провести у нас сбор. Принимали на высшем уровне. Как если бы он не проиграл матч, а выиграл его. Кормили черной икрой, все было как полагается. Все, естественно, за наш счет. Что касается того, что я на следующий год убежал к Каспарову, то впервые Гарри пригласил меня провести совместный сбор в 1990-м, а Карпов приезжал во Львов в 1986-м. Это было не последнее предательство в великом противостоянии главных умов планеты. И это был не последний их матч. Смотрите во второй части. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok